Его имя запомнят на века. Именно так отзывается об этом человеке. Его фильмы вошли в золотую коллекцию международного кинофонда. Режиссер кино и театра, замечательный артист, вдохновитель поколения лучших режиссеров нашей страны. Шаке Найманов, пионер отечественного кино. Вот сегодня каждый камень, и каждый озеро, и каждый березы, и, видимо, вот такая природа, и создана его шедерсть, создана его любовь. В честь столетнего юбилея Шакена Айманова в Алматы был снят документальный автобиографический фильм о его жизни. По крупицам собранная информация из архивов стран всего СНГ была воспроизведена режиссером Булатом Нусибековым. Для чего снимается документальное кино? Для того, чтобы рассказать историю нашего казахского киноискусства. Через таких людей, как Мажид Бегалин, Султан Ходжиков, о которых я сделал документальные фильмы, и, конечно же, пионер казахского кино Шакен Айманов. В принципе, он сам по себе, почему нам помогали российские коллеги, потому что он воплощал себе сам по себе, как бы, Советский Союз, советское кино. Но при его руководстве в киностудии работали люди всех националистов. И поэтому он не разделял там. Он чисто людей, коллектив собирал чисто по таланту, по своему призванию. Фильм дает возможность зрителю узнать больше о жизни прославленного кинорежиссера. Прочувствовать ее так же, как прочувствовали ее авторы картины. Ведь, несмотря на огромную популярность и величайший талант, жизнь Шакена Кинжитаевича не была простой. Все то отношение, которое было к Шакену вообще в советской кинематографии, вот как раз-таки Марлен Хуцей и высказал. Почему? Потому что, прежде всего, Шакен Айманов, он не только наше достояние, да? Это был тот человек, который связывал, что ли, воедино людей из разных республик, творческих людей. Совершенно разной кинематографии, союзной кинематографии. Он был именно как связующим звеном, таким вот проводником, что ли, вот нашей культуры. И в то же время человеком, объединяющим разные культуры. Вот в этом его международное значение. Шакен Айманов был бессменным художественным руководителем национальной киностудии. Постоянно работал как сценарист, актер и режиссер. Возглавлял созданный им союз кинематографистов Казахстана. Многие считали, что Шакен Кинжитаевич разбрасывается, но он успевал везде. За полтора десятилетия работы в кино ему удалось снять более десяти художественных фильмов. Но свою главную картину снять режиссер так и не успел. Трагическая случайность лишила жизни талантливого человека. В 1970 году в Москве его сбил грузовик. Шакен Айманов